друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставите лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал о маркет с торговыми идеями в котором каждый день в том числе и выходные мы постим для вас в помощь конкретной торговой рекомендации чтобы вы имели четкое представление что можно делать на рынках прямо сейчас сегодня друзья на повестке экономического календаря наконец-таки есть на что обратить внимание в 10 10 по gmt состоится выступление главы банка англии эндрей бейли который конечно же спровоцирует повышенную активность британской валюты за которой мы собственно следим и мне я думаю что не только мне будет крайне интересно послушайте что же думает британский регулятор относительно перспектив национальной денежно-кредитной политики последнее время было очень много спекуляций на тему того что банк в англии стоит задуматься имеет ли смысл дальше повышать процентные ставки потому что судя потому что инфляция остается на двузначных уровнях прошлые 10 решений по росту процентной ставки не привели к должному результату и в зависимости от того какой риторики сегодня бейли предпочтет придерживаться от этого будет зависеть будущая динамика британской валюты далее друзья мы переключим наше внимание на американскую статистику в 14 45 по gmt это отчета по индексу производственной активности pmi более объективная статистика более интересная статистика в производственном сектору это отчет аэсэм тоже промышленного сектора он выйдет через 15 минут после этого в 15 00 по gmt я бы даже сказал что отчеты аэсэм производственного сектора и сфер услуг которые мы ждем в пятницу важнейшие релизы для дополнительной оценки текущего состояния американской экономики и значит важнейшие релизы для нас потому что мы следим за долларом очень внимательно и доллар по сути остается главным катализатором всех движений на финансовых рынках и поскольку мы сейчас фокусированы прежде всего на том что произойдет с американской валюты я не распыляюсь на большое количество торговых рекомендаций и идей и мы сохраняем наш довольно узкий портфель который заточен именно на отработку идеи связанные с изменением курса доллара в 15 30 после уже американской статистики выйдут данные по запасам нефти в сша тоже важный релиз но как минимум это статистика которая свидетельствует что в последние недели уже больше чем в месяц мы видим значительное увеличение запасов нефти сша что говорит о снижении спроса на внутреннем американском рынке я рад то что по идее на такой серьезный негативный фактор как падение спроса на американском рынке нефть не реагирует должным образом то есть мы не видим развития каких-то мощных нисходящих тенденций более того нефти остается стабильный и периодически демонстрирует там даже признаки роста вот как это происходит и сейчас в настоящий момент мы видим бренд в районе 84 долларов за баррель уже рост с текущей азиатской сессии второй день подряд я думаю что тенденция сохранится потому что ни доллар не данный по запасам сейчас не омрачают рыночные настроения хотя могли бы по идее возможно бустом катализатором и таким положительным фактором для котировок нефти выступила китайская статистика буквально несколько часов назад вышел целый блок данных из китая это оценки состояния промышленного сектора но со стороны разных источников классический традиционный индекс pmi китая который вырос 50 и 1 до 52 и 6 индекс pmi кайшин 51 и 649 2 здесь из зоны стагнации мы явно вышли в зону роста индекса nbc 52 и 6 тоже оценка промышленного сектора рост 50 и 1 придраться к статистике ну практически невозможно даже невозможно учитывая что промышленность это катализатор конечно же китайской экономики роста ввп и учитывая то что мы ранее с вами оценивали китай как основной регион который обеспечит весь рынок нефти масштабным спросом эта статистика доказывает то что продолжающиеся экономического восстановления китайской экономики останется драйвером для котировок нефти и возможно рынок как раз сейчас с большим удовольствием работает с идеей восстановления спроса на фоне ограниченного предложения из-за всех тех решений касательно потолка цен эмбарго ограничений на поставок которые действуют в отношении российских экспортеров углеводородов если рынок готов на этом фоне отталкиваясь от китайской статистики расти я думаю что нам тоже не нужно искать причины для снижения поэтому по бренду предлагаю уже ждать закрепление выше 85 долларов за баррель индекс доллара 104 83 мы снова сегодня с азиатской сессии восстанавливаемся и приближаемся к сопротивлению 105 пунктов за последние торговой сессии новостной фон абсолютно не изменился я бы даже сказал что каждый день есть какие-то признаки указывающие на то что доллар сохранит восходящую динамику потому что доллар будет опираться на перспективу ужесточения американской монетарной политики в понедельник как вы помните вышел неоднозначный отчет по заказы на товар длительного пользования заказы снизились в прошлом месяце на четыре с половиной процента против роста в декабре на 4 процента и многие сочли это крайне негативным релизом это не так потому что глубокий анализ составляющих этого показателя продемонстрирует вам тот факт что основное снижение заказов на товар длительного пользования произошло за счет снижения заказов на гражданские самолеты в прошлом месяце продажи просили больше чем на 50 процентов но это следствие это нормальное явление после ажиотажного спроса который мы наблюдали двумя месяцами ранее когда заказы на гражданские самолеты выросли больше чем на 150 процентов если сравнивать со средним показателем за это и если мы уберем час этот компонент из общего показателя по заказам товара длительного пользования мы увидим положительную динамику рост больше чем на один процент и в принципе этот релиз также можно трактовать как довольно сильный я на самом деле опасался что высокие процентные ставки негативно отразятся на рынке недвижимости в сша но последний отчет сделки по недвижимости в прошлом месяце выросли на восемь процентов 8 и один процент в то время как эксперты прогнозировали что роста вряд ли превысит один процент но главное что такой значительный рост это прекрасно но самое важное то что на продажи остаются на положительной территории это значит то что американская экономика переварила текущий уровень процентных ставок и готова с ними работать без каких-либо негативных последствий в виде экономического спада и рецессии и опять же мы с вами выходим к тому что при такой экономической конъюнтуре американский регулятор имеет все необходимые условия для того чтобы не тормозить на текущем этапе дальше повышать процентную ставку и последние прогнозы друзья сити barclays ожидают что в марте ставка будет повышена на 50 базисных пунктов не эта точка зрения импонирует потому что я как вы помните возможно одним из первых начал анонсировать вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов и сейчас уже моя точка зрения обрастает поддержкой к серьезных крупных аналитических отделов серьезных инвестиционных банков bank of america считают что вовсе ставка будет увеличена на пике до 6 процентов это даже круче оценки сити и barclays которые полагают что на пике она достигнет 5,75 процента в общем по доллару пока что сохраняем длинную позицию потому что видим что основание для повышения процентной ставки есть золото 1830 долларов за тройс конуса ситуация очень интересная друзья настроение сантимент очень быстро изменился в ходе вчерашней торговой сессии сейчас у нас следующая картина рост доллара повышение доходности американских облигаций десятилетки сегодня растут на полпроцента и котируется уже на уровне 3,95 процента на этом фоне золото развивает восходящую динамику это довольно странно но в пользу роста сейчас уже говорит развернувшийся показатель сантимента потому что толпа залезла в короткие позиции я думаю что настолько быстрая смена рыночных настроений она не может быть качественным сигналом того что вот нужно теперь золото покупать я вам рекомендую все-таки еще раз осмыслить текущую ситуацию если вы считаете что сантимента в данном случае это хороший индикатор для принятия решения золото нужно покупать но я все-таки сделаю большую ставку на текущий рост доходности трежерис и укрепление доллара поэтому по золоту еще пока что подержу короткую позицию и по остальным финансовым активам американский фондовый рынок snp 3975 пунктов все без изменений ждем дальнейшего развития нисходящей динамики пару фунт-доллар 1.2038 вчера поддержку фунту оказала новость о достигнутом соглашении между и с и англии по на северному по северной ирландии но этот эффект политического позитива продлился недолго поскольку уже концу торговой сессии фунта снова ушел на отрицательную территорию сейчас какого-то эффекта долгосрочного этого фона от этого фона уже не будет поэтому я рекомендую здесь тоже сосредотачиваться на том что давление на фунта продолжит оказывать укрепление курса доллара поэтому цели по паре фунт-доллар это ждем снижение ниже отметки 120 на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока